Жизнь под грифом секретно. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. Глава 8. Заключительная и последняя. Крах Советской Империи. Итак, поехали они в Москву. Вдруг смотрят сигнал Тэм Шугуль. Она звонит быстро по тормозам. Из него уходит Владимир Кривошельф и прочит Толю открыть дверь своего Лиаза. Я тебя чуть не сбил, сказал Толю, как ты выжил. Понимаешь, Толю? Маша выйдет в туалет и Маша, поскольку дальше были дела связанные с государственной Толю. Их надо пасать под кустик. Где-то под вязанием. Ну так вот, Сириус, Альфа Центавра, Венера, Центурион. Какая разница, из-за одной той же пребывают две конкурирующие расы и устраивают апокалипсис. Я выжил только благодаря тому, что мой прибор способен не только перемещаться в прошлое, но и в пространстве. После Горбачева на меня напали Алеша и его верные друзья. Ты Сириуса? Спросила Светка. Да, я пролетел давно на землю. Все это время работал в разведке. То есть кротом, сказал Толя. А вот тут ошибаешься. Я не принадлежу ни к одной из внеземных группировок. И я как бы сам по себе. В моем приборе батарейки закончились. Я не могу перемещаться во времени и пространстве. Но я могу сказать, что если они договорятся в Крыму, это будет хуже, чем конец света. Они получат полный, тотальный контроль не только над планетой, но и над галактикой Млечный Путь. Что же нам делать? Спросил Толя. Есть идея, сказала Светка. Маша вошла в автобус и все замолчали. Почему такая тишина? Спросила Маша. Да ничего, да музей еще далеко, в котором мы тебя и отвезем. Кстати, знакомься, это Владимир. Очень приятно, Маша. И они пороли друг другу руки. Тем временем по телевизору объявили о том, что Горбачева свергнут. И о том, что власть перешла в руки Государственному комитету чрезвычайного положения. То есть сокращенно ГКЧП. Это была договоренность, заключенная внеземными цивилизациями в сепаратных договорах в дворце Кремля. Также была договоренность о том, что СССР теперь будет руководить не Альфа-Центавровца, а совместный орган Сириуса и Альфа-Центавра. Единственным выходом в виде Светка, это обратиться к ее любовнику, главному редактору, единственным выходом. Светка, это обратиться к ее любовнику, главному редактору. Эхо Москвы, Алексей Алексеевич Венедиктову, ты пока посиди в автобусе, ты пока посиди в автобусе, сказал Толя Маша, а мы поедем. Прибыв в Москву, они пошли в офис Эхо Москвы на улице Никитской, дом 3. Светка была знакома с главным. И так, когда еще побывали в Киеве, так-так, значит. Когда она еще была в Киеве, так-так, то есть вы хотите сказать, что нам не управляют пришельцы? Да, сказал Владимир, я сам один из них пролетел в 1945 году, сразу же после победы. Моя тарелка разбилась прямо об Рейхстаг. Там меня и моего сына подобрали советские солдаты. Где же твой сын, спросил Алексей Алексеевич Венедиктов. Не знаю, сказал Владимир. Мы с ним расстались, когда он сказал, что хочет выпить всю воду планеты Земля и всю ее водку. А ты знаешь, сказал Толя, что по данным моего отдела Икс, его засекли в Кремле на встрече с выходцами. Ксириоса. Владимир удивился, но не понял, что он из-за этого. Это все не важно, сказала Светка. Моя мать. Леша, ты можешь организовать восстание против ГКЧП? Конечно смогу. Для этого я организовал свою радиостанцию. И тут началось из динамиков и радиоприемников. Алексей Алексеевич начал рассказывать им, что в Кремле царит заговор пришельцев и о том, что через специальный прибор в наше тело вселяют инопланетное ДНК о том, что в Азенском заливе пришельцев выращивают своих клонных целей создания их армии на Земле. Об этом, обо всем ему в прямом эфире рассказывали Светка, Владимир и Толя. Пришлось так же рассекречить себя и чем они занимались. Люди вышли на улицу и закричали Революция! Да революция! Давай пришельцам! Давай эту власть пришельцев! И пошли в сторону Кремля. Тут на эхо явился Михаил Кривошейф и сказал отцу Как ты смеешь? Я годами готовился к подписанию мирного договора с Сириусом. Ты еще мелкий срок, сказал Владимир. Алексей Алексеевич на них наставил пистолет и сказал Хватит! Успокойтесь! Ваш лидер Горбачев сейчас в плену! Разве это для вас не важно? Ой! Точно, сказал они. Быстрее! У меня есть еще переместитель в пространстве, сказал Михаил. И они переместились в Форос, уговаривая Горбачева вернуться в Кремль. Люди пошли в Кремль с криком Революция! Революция! Но тут все было надежно защищено. И тогда они собрались около здания Верховного Совета СССР с требованием покинуть землю всеми инопланетными захватчиками. Михаил и Вадимир знали это. Они договорились, что люди были в ярости, чтобы их использовать. Горбачев говорил, что, если он вернется в Москву, он нарушит договоренность заключена между межпланетными расами галактики Андромеда. Но Михаил и Владимир успокаивали его, что у них есть план. То ли и Светка выше всех о Москве, то ли перетисовался, как Светка влюбилась в Алексея Алексеевича. Светка сказала, что у него были шикарные, шикарный архив с зарубежной музыкой на грамплантинках. Когда Толя и Светка подошли к своему Лиазу, то Маши в нем не было. Бедная Маша сказала, что Толя она единственная, кто ничего не догадывался. И она бежала. Где теперь ее спросил Толя? На Лубянке жгли документацию отдела ИКС. Когда Кубань туда подъехала, то ли сотрудники отдела ИКС, то ли сотрудники отдела ИКС сказали, что теперь все известно простым людям. И они скоро придут сюда. И поэтому мы сжигаем все, над чем работали 50 лет. Тебе лучше быстро убираться отсюда, Толя, сказали в отделе ИКС. У меня не было другого выхода. Вы не знали, где моя... Вы не знаете, где моя жена? Не знаем. Спроси у Алеши. И тут на Лубянку ворвались граждане СССР и начали все колотить, сжечь и громить. Ты предатель. Знай это, Толя. Ты теперь всегда будешь предателем. Крикнули ему напоследок в отделе ИКС. Когда этот самый отдел захватили противники ГКЧП, Лиазу пришлось удалиться от здания КГБ. Алеша с Толей связался по-телепатически и сказал что надо встретиться на Крымском мосту. Толя и Светка согласились навстречу. Они наставили на него автомат Калашникова. Уберите ваши пуколки сказал Алеша. Я задумал что закручу перемирие и все будет хорошо. Но нет. Вместо мира они захватывают землю. То есть вместо мира захватывают землю мои сородичи. Плетут и плетут новые заговоры против человечества не внушаешь расовыми иными противоречиями. Снизу у меня познаю сверху меж... Снизу у меня простые жители, а сверху межгалактическая безопасность. не дает покоя ни одно, ни второе ему. С места спустя сма. И тут вдруг на Москве появились хорошники и выстрелили Алеши в лоб. С ними была и Маша, Толя света, сказала Маша. Я работала все это время на Центральное Рассветательное Управление Соединенных Штатов Америки. Они помогли нам. Я все узнал про то, где ты, Толя, работал. Моя задача заключить листам, чтобы анализировать ваши действия и передавать их в лэнгли, штаб-квартиру ЦРУ Вирджиния. Это была моя месть за то, чтобы ты позволил Ване надо мной надругаться. Теперь твоего отдела нет, твоей страны скоро не будет и мы захватим СССР. Выбирай. Короче, либо мы, либо пришельцы. Мы под видом ваших войск, захватим страну и установим диктатуру человечества над планетой. Земля соглашайся, Толя, на нашу сделку. А цена цена стоит том, чтобы ты позволил нам через нашего агента Бориса Николаевича Ельцина развалить Советский Союз. Ответил Толя Маша. Толя спросил как ты могла скрывать от меня что ты работала на Вашингтон. Это была моя жизнь под грифом секретно. С тобой Толя Горбачев с Владимиром и Машей вернулись из Фороса в Москву. Алешу прикончили и в результате чего коалиция Сириуса с Альфа Центаврой распалилась. Пришельцы пришлось покинуть нашу планету раз и навсегда. Потому что ЦРУ подставило под контроль все ведущие мировые дешево доставив их работать на себя и на благо всему миру. в том числе и Советский Союз которого они успешно развалили. Все это было невозможно если бы не Маша моя бабушка она верный агент западных спецслужб. Когда Горбачев вернулся в Кремль он оказался в окружении американских войск одетых в советскую форму Толя простил Машу а Маша простила Толю за все их секреты друг от друга Владимир Кривашеев пришел к Толе и сказал что ты глупец они давно все планировали их план оказался хитрее чем план Алеши Горбачева ты знаешь о том что Ельцин с Фаэтона а его сменщик Путин с Венеры но они подчиняются только себе но никак не имеешь галактической безопасности не сядем самым хаос и террор в нашей галактике Млечный пункт тебя три раза кинули вот так вот сказал Владимир Кривашеев моему дедушке в это время Светка зашла к своему любовнику Алексею Алексеевичу Венедиктову который крутил голову Ельцину и подносил запчасти в живот Путину то есть Путин и Ельцин они на самом деле межгалактические роботы Светка обо всем догадалась сказала как ты мог Алексей Алексеевич Венедиктов ответил ей что он дарил ей цветы варил в кино ходил с ней в ресторан в Киеве только с одной целью узнать все что творит ее отец в отделе X КГБ СССР Светка хотела представить Алексея Алексеевича Венедиктова но Путин успел ей влить в глаза специальную настойку настойку а Ельцин прошептал тайное ведьминское заклятие и Светка потеряла память о том что ее обо всем что происходило в нашем романе и о том что ее отец служил в КГБ а Михаил Владимир Кивашеев подмышали в Светке специальное зелье ведьмы Лиды Васильевны то благодаря чему она и вышла замуж за Михаила Кивашеева сына Владимира Кивашеева который являлся тоже пришельцем он ее держал Михаил Кивашеев под строгим контролем как и всю семью Сандайновых Маша и Толя вышли с моста пошли на шоссе обнявшись вместе они встречали американские войска которые под видом наших войск брали Москву то что не удалось Гитлеру удалилось ЦРУшникам хотя заявляли что они ее то есть Москву защищают это была самая успешная операция агента ЦРУ Маши Сандайновой Маши на умовое действие в американской разведке ну вообще самая успешная операция ЦРУ но потом ее отстранили от власти Путин сумев договориться с межгалактической безопасностью ну а та в свою очередь с ЦРУшниками о том так вот межгалактическая безопасность наставила на том что все секреты отдела Х отдадут им взамен они будут проводить взамен они будут править планеты то есть Кобачев и Ельцин ой Ельцин и Путин прошу прощения сумев одурачить даже Ельцина Маша Столи возвратилась в Кубышев распустив отдел Х КГБ СССР так развалом нашей страны закончилась и жизнь которую они проводили под грифом секретно друг а друга конец романа до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...